Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 31 год, замужем, двое детей, живем отдельно от родителей. Дети еще малыши по годке, 2, 3 и 1,1, то есть 2 года 3 месяца и 1 год 1 месяц. Иногда прощу помощи у мамы, чтобы она помогла детьми, иногда бывают срывы, когда она целый день с детьми, 1 целый день с детьми, никого рядом нет от усталости и постоянно корызю себя, что неправильно веду себя с детьми. Еще мама добавляет мои слова в огонь, постоянно меня критикуют при муже, везде надо засунуть свой нос, как нужно делать и как она делает, какая она молодец. По каждой мелочи начинает меня критиковать. Муж иногда занимается детьми, когда может каждый день работать. Устала от критики мамы, что уже не хочу никакой помощи. Бывают такие моменты, что она начинает все переворачивать и придумывать то, что я не говорила. Задевать меня специально провоцируя. Дети, дети, совсем маленькие, что я не могу на работу пока выйти. Только недавно серьезно заболели, мне опять пришлось просить помощи у мамы, она нам вообще ничего не говорит, а у самой недовольства, что приходится сидеть, получается, с детьми. Как перестать зависеть от мнения мамы, чувствовать себя вечно виноватым ребенком? Ну, наверное, действительно, самый лучший способ это сделать, это, в общем-то, пойти на психотерапию, да? Самый лучший способ для вас это сделать, это вот начать работу с психологом, потому что так будет проще, быстрее, вот, для вас, по крайней мере. Это первое, что хочется сказать. Второе, что хочется сказать, это то, что, ну, вот, вы, вероятно, не отдаете себе в этом отчет, но у вас довольно высокие, серьезные к себе требования. То есть вы горите себя за то, что вы, там, плохо себя ведете и прочее. Это, на мой взгляд, мешает вам быть собой, быть естественной. И вы не замечаете того, что эти требования к вам, у вас самой, к себе, эти требования, они присутствуют. Иными словами, вам, в общем и целом, кажется, что эти требования, это единственные. Вам кажется, что эти требования, это абсолютно, во-первых, нормально. Вам кажется, что эти требования, вполне адекватные, у вас, к себе, ну, к себе самой. И вам кажется, что эти требования, не нужно подвергать, эм, сомнению, критике и так далее. Второе, наверное, это то, что чувство вины, эм, которое у вас присутствует, оно прозлость. И, как я думаю, вам нужно разрешить, эм, себе эту злость. Разрешить себе ее признать, признать, признаться в том, что вы злитесь. Я имею ввиду, ну, злитесь на маму, как раз. Эм, вот, и это станет первым, первым шагом, как мне видится. Второй шаг, ну, следующий шаг. Понятное дело заключается в том, чтобы действительно посмотреть на то, чего вы хотите, посмотреть на ваши потребности, вот, и посмотреть на те, вероятно, на, так скажем, те личные границы, которые вы выстраиваете, допустим, со своей той же мамой. То есть, как вы их выстраиваете, как вы выстраиваете личные границы, ну, вообще, например, с людьми, может быть, в целом, да? Вот, со своим мужем, вероятно, и так далее. То есть, это вот такой довольно, как мне кажется, важный и серьезный момент, если мы говорим про, ну, сепарирование, да? Дело в том, что, как мне видится, вы просите помощи у своей мамы не просто так. Вы просите помощи у своей мамы, потому что вам кажется, что вы самостоятельно не справляетесь. А это, опять же, связано с тем, что вы от себя требуете слишком многого, а то какая вы есть, то как, ну, те может быть ну, те ресурсы, которые у вас есть, да? Вам кажется, что этого недостаточно. И вот это довольно важный момент, что вам недостаточно. Вам как будто бы сложно, тяжело, ну, полагаться, что ли, на себя. Вот. Вам трудно, ну, вам трудно, вам трудно, трудно это делать. Вот. Вам трудно полагаться на себя. Тяжело. Вот. И это вот оказывает большое влияние на на вашу модель поведения, да, на на вашу поведенческую модель, на то, как вы себя позиционируете, как вы себя репрезентуете и так далее. Вот. К большому моему сожалению, это вот такая история и такой момент. конечно, вне всякого сомнения, вам решать, как вы будете действовать дальше, то есть вам решать, будете ли вы, допустим, менять что-то в своей жизни или нет. То есть это, конечно, само собой разумеется. Вот. Ну, я думаю, что при желании, скажем так, все можно решить, все можно подкорректировать. то есть я не думаю, что это большая проблема. То есть я не думаю, что это нерешаемо. Так было бы правильно сказать. Еще, как мне показалось, у вас есть вот сложности некоторые в самоидентификации, то есть как будто бы вот ваши собственные интересы, они как будто бы находятся, ну, знаете, на как минимум на заднем плане. то есть они не находятся на достойном месте. Вы себя в этом смысле как будто бы постоянно ставите на место более нижнее, допустим, чем интересы там других людей. Да, тут, например, ваших людей и так далее. Еще один важный момент, на который, как мне кажется, нужно обратить ваше внимание, это ожидания от мамы от мамы, то есть ну, вы чего-то ждете от своей мамы, такое ощущение, такое ощущение, да, такое впечатление, что вы ждете чего-то от мамы, вот. ждете от нее как будто бы на постоянной основе, основе, вот. То есть вы ожидаете от нее, что она будет вести себя, ну, каким-то определенным образом, она себя определенным образом не ведет, и вам от этого больно. А идея здесь заключается в том, что данные ожидания, как, как, ну, как вот, как правило, связанные с тем, как вы обращаетесь со своими потребностями. То есть если вы обращаетесь со своими потребностями так, что к примеру их эти потребности должны, например, удовлетворять, ну, удовлетворить, например, ваша мама, да, к примеру, должны. Или ваши потребности должны удовлетворяться, ну, кем-то еще, да, то есть вот чувствуется, как будто бы, что вы вот перекладываете ответственность за то, что вы хотите на других людей. Вот. Ну, а это же, к сожалению, неуважительно такое, такое отношение к себе, к своим потребностям, да, к своим ценностям, которые у вас есть, и так далее. Вот. вот. Поэтому, тут нужно ко всем этим вещам быть более внимательной, более чуткой, скажем. Скажем так. сейчас этого, как будто бы, к сожалению, не происходит. И вот это очень важный момент. еще вы пишете, что, значит, мама вас задевает. Вы пишете, что вы устали от критики своей мамы. то есть, критика, критика вашей мамы, да, запрагивает, скажем так, ну, какие-то струны, запрагивает какие-то стороны, эм, ну, ваши, у вас, которые сами вы не принимаете в себе. То есть, вот что-то есть такое, да, что-то есть такое. У вас суть, что, к чему вы, к чему вы, там, допустим, относитесь, ну, не очень хорошо. И вы от этого бежите. Критика, критика обращает ваше внимание на это вновь. и вам это неприятно. Неприятно сталкиваться, а, ну, в какой-то вот своей стороной. и, вот это, очень, очень важно, вам, постараться увидеть. если вы сможете это сделать, если вы сможете это сделать, сможете начать, ну, скажем так, проживать то, что вы, допустим, чувствуете, то, что вам, допустим, хочется, вот, проживать некоторую, я бы сказал, даже болезненность того, с чем вы сталкиваетесь, то, ситуация начнет, конечно, потихонечку выправляться. но есть и еще один серьезный момент, на который хочется обратить ваше внимание. Этот момент связан с тем, что существует вторичная выгода от такой вашей модели поведения. То есть, для вас самой существует вторичная выгода от того, как вы себя ведете. на данный момент ну, вот, на данный момент и очень важно для вас это вторичная выгода увидеть, увидеть ее, ее заметить это вторичную выгоду. Что я получаю от того, например, да, что к примеру обижаюсь на маму. Что я получаю от того, что там чего-то требую от нее и так далее. Было бы очень неплохо, если бы вы вот на эти вещи все обратили бы свое внимание сейчас. Да? Вот. Потому что это все оказывает хотите вы или нет это но это все оказывает большое влияние на вас это все оказывает существенное влияние на то, как вы себя чувствуете и существенное влияние на то это оказывает как вы себя позиционируете существенное влияние это оказывает на то то как вы ведете себя условно говоря там со своим мужем, да, с детьми и так далее. Вот. Как бы вот вам, может быть, это было бы неприятно, но влияние оказывает это существенно. Вот. Поэтому корректировать все это наша главная задача. Вот. Опять же здесь делают даже не в пуповине которую вы хотите разрезать и так далее. Мне кажется что это борьба борьба она ни до чего хорошего не доводит. По моему мнению вам не бороться нужно там ну со своей мамой допустим и так далее. Вам нужно просто искать возможности учиться жить своей жизнью. Дело не в том, что ваша мама вас критикует. дело не в этом. Дело не в ее критике вас. Дело в том, что кроме ее критики и это вас у вас как будто бы больше ничего нет. Вот это проблема то, что у меня есть только как будто бы да у меня есть только критика моей мамы и сон то есть это самое важное и от этого зависит. Потому что не обращайте внимание на свою жизнь. Вот. Само собой вы можете сказать, что у меня дети и я не могу как-то вот там ну ну позволить себе да что ну что-то это правда вы можете так сказать. ну вопрос заключается в том да вот насколько это честно. Потому что лично мне показалось большим что вас не столько дети ограничивают сколько вы сами. то есть ну вы сами себя. Вот. Само собой я могу ошибаться само собой я могу быть не прав поэтому я не претендую на истину а просто говорю о том как мне откликнулось то что вы написали ведь вы же как-то ну пришли к тому что у вас дети очень получается детей хотели вот не случайно же дети у вас появились да поэтому я думаю что обратить внимание нужно на эти вещи обсудить их возможно с ну с психологом и дальше уже начинать работать над собой потихонечку вам нужна поддержка действительно поддержка специалистов на этом все желаю вам всего самого доброго и удачи буду благодарен за обратную связь по моему ответу позволит вам начать над собой работу всего самого доброго Продолжение следует...